Девушки отдыхают Ручки надо, что-то не выходит О, одену одеяло Опа, хорошо Хотя, как же я буду мастерить? Руки совсем заняты будут Нет, этот вариант не подходит Здравствуйте, друзья! Я сегодня, пока шла в свою мастерскую, так сильно замерзла Вообще-то, я очень люблю зиму В эту пору года можно кататься на льду, на санках, играть в снежки Но есть одна проблемка Зимой холодно Поэтому пришло время искать способ самосогревания И я один уже нашла Я сделаю грелку из вишневых косточек Это удивительный природный материал Он может накапливать и удерживать тепло Вы хотите сделать вместе со мной такую необычную грелку? Отлично! Тогда приготовим все, что нам для этого понадобится Вишневые косточки Иголку Ленточку Льняную ткань Ножницы И нитку Итак, начнем Из льняной ткани я вырезаю прямоугольник Его размер у меня получился 30 на 20 сантиметров Теперь я сшиваю с двух сторон мешочек толстой шестяной ниткой Шить можно обычным швом Хорошо! Хорошо! Дальше нужно вывернуть мешочек И начинаем наполнять вишневыми косточками Еще вишневые косточки можно заменить песком, солью или мелкой галькой Вы тоже можете, кушая летом вишни, насобирать от них вот такую миску косточек Главное хорошенько их просушить И потом сделайте вот такую грелку, как у меня Когда все косточки поместились в мешочке, его нужно хорошо разровнять Он должен быть такой, плотно набитый Зашиваем с помощью толстой шерстяной нитки Чтобы нитки не было видно, я всегда шью по тайным швам Зашиваем с помощью толстой шерстяной нитки Я специально не дошиваю до конца, чтобы сделать петельку из ленточки Зашиваем с помощью толстой шерстяной нитки И в конце я украшу ее интересной вышивкой С помощью маркера я нарисую небольшой трафарет в виде баночки Как будто это вишневое варенье А потом по нарисованным линиям вышиваю ниткой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце узелок прячу глубоко в мешок Ну вот, посмотрите, какая у нас красивая, а самое главное теплая вещица получилась Теперь ее можно положить на батарею или в духовку, при этом разогрев ее до 120 градусов Но помните, с духовкой лучше не шутить Поэтому попросите кого-то из взрослых вам помочь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое ткань? Если присмотреться повнимательней, то можно заметить, что она сделана из множества нитей, переплетенных между собой Сначала люди переплетали нитей вручную Позже, чтобы облегчить ручной труд, придумали ткацкий станок Ммм, понятно Материалы для ткани были самыми-самыми разными Так, для изготовления льняной ткани использовали стебли льна А для шерстяной ткани шерсть животных Из чего же делают хлопчатобумажную ткань? Из бумаги? Нет Есть особое растение Хлопок Семена которого покрыты пушистой подушкой Ткань, сделанную из этого пуха, называют хлопчатобумажной Делать ткани помогают даже бабочки Ух ты! Из коконов тутового шелкопряда получают тонкую, но прочную нить Из нее делают ценную шелковую ткань Современную одежду делают из синтетической ткани Ее нити изготавливают почти из того же материала, что и пластмассу Ничего себе! Так что не спешите надолго прощаться с бутылкой из-под газировки Она может скоро вернуться к вам в виде штанов или куртки Хи-хи-хи-хи Интересно, что синтетическая ткань спитывает воду в 30 раз хуже, чем натуральная Поэтому, выбирая новое полотенце, присмотритесь повнимательнее Чем оно было раньше? Растением? Цветком? Бабочкой? Шерстью овечки? Или пластиковой бутылкой? Да, кто там? Привет, Машенька, заходи Привет, Настя, я так замерзла Вот, держи, погрейся Конечно, ты замерзла Где твой шарчик, шапка и рукавички? Понимаешь, мама мне говорила одеть Но шапка постоянно на глаза залазит В рукавичках неудобно пользоваться телефоном А шарф постоянно слетает Ой, все понятно Ты не послушалась маму и оделась не по погоде Да, но я так замерзла, что теперь всегда буду слушаться маму и одеваться, как она говорит Умница, Машенька А чтобы ты опять не замерзла, возвращаясь домой и всегда помнила, что нужно одеваться по погоде Я предлагаю сделать шарфик с капюшоном и кармашками Ух ты, три в одном? Давай скорее начинать Давай, и для этого нам нужно взять Мех белый и черный Швейная машинка Карандаш Нитки И ножницы Этот шарфик будет не только теплый, но и оригинальный Сначала я примеряю на Машеньку белый мех и фиксирую, сколько мне его понадобится От одного плеча к другому Затем отрезаю лишнее Должен получиться капюшон С помощью карандаша делаю отметки от середины ткани Рисую линию так, чтобы получился полукруг Это будет задняя часть капюшона Из черной ткани будет продолжение шарфа Отмеряем расстояние от плеча до запястья рук Таких деталей нам нужно две штуки Дальше на машинке сшиваю капюшон Там, где я нарисовала линию, вот ее и буду сшивать Нужно прошить так, чтобы до края осталось примерно 20 см Так мы сможем одеть свободно капюшон И продолжение белого меха обернет шею Лишнюю ткань отрезаю Выворачиваем капюшон Почти готово Из черного меха Добавляем продолжение шарфа Итак, к капюшону пришиваем две черных меховых детали Лучше шить с изнаночной стороны Так мех не будет путаться Если мех где-то растянулся, можно его подрезать Добавляем к капюшону 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 Осталось пришить кармашки, для этого оденем капюшон и делаем отметки. Подворачиваем черный мех вверх, так чтобы поместилось запястье. От черного меха отрезаем прямоугольники, это и будут кармашки. Пришивать их нужно с изнаночной стороны. Из остатка меха я вырезаю четыре одинаковых полукруга. Это будут ушки. Вы спросите какие еще ушки? Сейчас увидите какой у нас получится забавный капюшон и кого-то он вам напомнит. Их также сшиваем на машинке с изнаночной стороны. КОНЕЦ Вы наверное догадались, это будет шар в виде игрушечки панда, поэтому эти ушки нам нужно пришить к капюшону. Помогай мне, Машенька, выворачивай на изнанку. На лицевую сторону. КОНЕЦ 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 Ну вот, сшили. Посмотрим, что получилось. КОНЕЦ Ну как тебе? Ой, он такой хороший, мягкий и теплый. Замечательно, капюшончик будет тебе вместо шапки, шарфик будет согревать горло, а вот эти кармашки будут вместо перчаток. Дорогие друзья, если вы тоже захотели себе сшить такой интересный капюшон, заходите ко мне в гости в группу Ла Мастер. Там вы найдете выкройки и еще много другого интересного. Не болейте и слушайтесь родителей. Пока!